Один момент, когда, скажем, человек совершает грех, он за это ответит, Аллах поможет его простить. Пример возьмем, он курит, один из примеров. Он скрывается, там, ему стесняется Аллаха, стесняется людей и так далее, он совершает грех, а другой, когда он раздает сигареты, продает, призывает к этому. Или он, например, там, другой грех совершает, другой, когда он хвастается, муджахир, то есть хвастается своим грехом, открыто делает и так далее, как сказал пророк Мухаммад, ко всех Аллах простит, кроме тех, кто открыто делает свои грехи. Например, ночью совершил грех, наутро хвалится своим грехом. Например, там, торгуют автомобилями и говорят, представляешь, это даже, там, не заметил, битая машина была, а я ему продал. О, какой я хороший, хвалится, что грех совершил. И этому Аллах не прощает. Поэтому он должен, здесь Аллах сказал, фараон, ты был из числа, не грешников, а распространителей греха. Распространительное вежество, вот это нужно беречь себя от этого, чтобы мы не были из таких числений.